Как по минимуму продавать за границу алюминий в виде сырья и по максимуму изготавливать из него готовые изделия на территории страны? Об этом говорили сегодня в Чебоксарах. В столице Чувашии прошла конференция по развитию глубокой переработки этого металла. Ольга Пырочкина подробнее. Наша страна один из крупнейших производителей так называемого первичного алюминия, иными словами сырья. И до недавнего времени дело обстояло так. 80% этого самого сырья шло на продажу за границу. Значительная часть этого металла потом возвращалась в Россию, но уже в виде готовых изделий с высокой добавленной стоимостью. Однако санкции лишили крупнейшее в стране предприятие «Русал» рынков сбыта. Так что пришло время убивать сразу двух зайцев. Отойти от сырьевой экономики и наладить выпуск высокотехнологичной продукции из алюминия в регионах. Правда, здесь существует ряд проблем. Так как алюминий внутри страны не использовался, поэтому у нас нет кадров. У нас нет дизайнеров, у нас нет проектировщиков, у нас нет сварщиков, литейщиков. То есть это большая проблема, которую мы должны решать. Над этим Чуваше уже работает. В новом учебном году для студентов начнет свою работу Центр компетенции по сварке алюминия. Будущие специалисты будут разрабатывать новые технологии, разрабатывать новые виды изделий и оборудования для обработки алюминия. Будущие специалисты этой области смогут работать, не уезжая из Чувашии. Начать производство изделий из алюминия планируется на действующих производственных площадках ряда предприятий. К примеру, на заводе имени Чапаева. Ольга Пырочкина, Елизавета Зайцева, Валерия Резюков, Республика.